всем привет дорогие друзья сегодня буду пытаться починить вот эту видеокарту мечту это у нас george gtx 1080 ладно шутка это обычный 1060 на 6 гигабайт история у нее печальная была она в сервисном центре причем до сервисного центра работала после перестала отнесли в сервисный центр с проблемкой что у нее начались артефакты причем артефакты просто на рабочем столе после же сервисного центра она перестала вообще картинку выдавать в принципе по внешнему осмотру можно сказать что карта скажем так добротном состоянии единственно зачем-то содрали наклейку серийным номером и отсутствуют периферийные винтики на стене на кожухе системы охлаждения давайте сейчас разберем ее и посмотрим что же у нас там внутри раздел я нашу видеокарту при беглом осмотре что можно про нее сказать но во первых появилась фаза питания видеопамяти сами банки видеопамяти также уже прогревались либо реболились точно не могу сказать но для начала нас все равно интересует какие у нас вообще сопротивление на наших фазах питания видеокарты давайте пробежимся первым на первое это у нас так сопротивление питания гпу здесь полома здесь четыре фазы параллельно это нормально дальше здесь у нас килоом и тут тоже килоом и тут даже мегаом и 112 он это нормально и на питание у нас видеопамяти короткое замыкание что ж это уже нам может о каких-то вещах сказать что вероятнее всего здесь либо во время прогрева слиплись шары о предыдущих сервис инженеров когда они прогревали видеопамять разумеется либо же одна из банок либо несколько либо вообще вся память ушла просто в короткое замыкание либо же контроллер который контроллер памяти который находится самом гпу тоже мог выйти из строя соответственно у нас также может быть короткое замыкание на этой фазе какие здесь варианты диагностики но для меня самый простой опять-таки использовать тепловизор глянуть вначале а будет ли какие-либо банки греться здесь потому что возможно на какая-нибудь одна либо две либо три вышли из строя соответственно она будет греться сильнее остальных то есть мы отпаиваем эту фазу подаем на нее полтора вольта и смотрим что же у нас будет греться если вдруг начнет греться видеочип то вероятно что ему пришел конец если будет греться на видеопамять то скорее всего будет греться либо вся равномерно либо одна либо несколько банок будет греться сильнее других что же давайте сейчас я подниму эту фазу подам напряжение посмотрим какой у нас будет результат подключила наш лабораторный блок питания к нашей фазе выставил полтора вольта и ограничил только двумя амперами давайте посмотрим что же у нас будет нагреваться собственно в момент подачи напряжение сейчас вы увидите начинает сильнее всего разогреваться вот эта банка причем начинает греться так скажем она еле-еле то есть вот опять же буквально может быть там на полградуса еле заметно вероятнее всего это указывает на то что слиплись сами шарики припоя под нашей банка видеопамяти поэтому требуется ее замена хотя возможно возможно что проблема в самой банке но чаще всего если сама по себе банка видеопамяти уходит в короткое замыкание то она греется куда сильнее вот а здесь же у нас мы видим буквально там как я уже и сказал полградуса так давайте теперь я поставлю видеокарточку на паяльную станцию сниму нашу подозрительную банку зариболю сейчас по-быстрому донорскую и посмотрим как будет себя вести видеокарта дальше снял с паяльной станции нашу карту она уже успела остыть теперь давайте посмотрим какое у нас сопротивление на нашей фазе питания видеопамяти и как можно видеть здесь почти 47 ом ну что же это уже не может не радовать то есть проблема была как минимум точно в этой банке точнее возможно в шарах которые под ней конечно слиплись но на всякий случай я уже спаял с донорской карты точно такой же банк в видеопамяти давайте мы его зариболим подготовим и посадим на свое место после этого уже посмотрим как же себя будет вести наша карточка а Продолжение следует... 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 Прогрели...